всем привет я уже давно собиралась это сделать и решилась только сейчас всем рассказать историю как я заболела после того как я съездила во францию и 9 числа превратилась из полностью здорового человека полностью больного буквально за один час мне стало очень плохо температура начала повышаться и очень скажем так быстро даже не успевала ее контролировать меня начался озноб головная боль боль во всем во всем теле когда болят все мышцы поясница вообще все кашель из того не сего и такая сухость в горле как будто вы постоянно хотите его чем-то ну в охотную слюну и промочить таким образом в общем все это началось вот 9 числа и быстро вернулась из франции и испании еще в аэропорту начала звонить по этим номерам которые они все выставляют что если вы думаете что вы заболели там мне сказали что никуда ехать не надо мы вам типа будем перезванивать через два часа мне так никто и не позвонил и я чтобы не ехать домой не заражать детей поехала сама в госпиталь в госпитале ко мне семь часов вообще как бы в общем мало кто обращал на меня внимание они сказали что по протоколу я не подхожу им для того чтобы сделать тест я не вернулась из китая италии у меня не было прямого контакта человеком кто заболел при всех моих симптомах они сделали мне только рентген и анализ крови рентген показал что как они сказали еще нету пневмонии но анализ крови показал что вирус есть искали что у вас такие коронавирус но тест мы вам делать не будем выписали мне и бупрофен парацетамол и отправили меня домой с высокой температурой вот я уже две недели изолировалась дома пытаюсь сидеть только в своей комнате не выходить ни с кем не общаться значит за это время где-то неделю была очень высокая температура и я понимала что со мной происходит что-то плохое потому что постоянно присутствовала боль в груди вот тут вот такая давящая изнутри как будто бы ты не можешь ее не продышать не в ней что с ней сделать потом кашель немножко стал проходить общее состояние до сих пор остается скажем так болезненным и постоянно каждый день вылазит что-то новое сегодня например заболела резко ухо в носу как будто бы нету насморка но дышать им я вообще не могу такое ощущение что он там чем-то где-то высушен и забит в итоге по рекомендации врачей я перестала пить и бупрофен я пью только парацетамол и отхаркивающие и витамин c на сегодняшний день я могу сказать что я пыталась еще несколько раз дозвониться в госпиталь и спросить что делать если мне совсем станет плохо и ни разу я не услышала никакого внятного ответа все мне говорили только сиди дома никуда не едь мы не сможем оказать тебе никакой помощи оставайся дома оставайся дома до того момента когда ты почувствуешь что тебе прям совсем херов я боялась постоянно пропустить этот момент все понимала что мне не так не так никто не поможет ни там ни тут нигде ты оставлю вообще сам на сам со своей болезнью должен справляться сам я думаю что ситуация такая не только в испании но и не за горами будет такое же в украине и в россии еще в тех странах где только все раскачивается я прошу вас сидите дома я когда сейчас вижу как люди до сих пор выходят на площадке гулять со своими детьми я вообще не могу даже на это смотреть пожалуйста если вам не жалко самих себя то подумайте просто о помню что вы можете разнести эту болезнь подумайте о своих детях исключите вообще любые контакты сидите дома никуда не выходите купите продукты и просто наслаждайтесь тем что вы все вместе моя ситуация показывает что это все очень серьезно это просто не не пройдет сейчас уже говорят в госпиталях испании нету ничего не масок не дезинфектором ничего и даже сами доктора болеет но домой не уходят они работают больные и они уже говорят что уже сейчас когда к ним обращаются они уже сейчас в госпитале выбирают кому оказать помощь более молодому или более старшим старших я так поняла вообще уже даже не берут поэтому они убирают умирают по 300 чем-то человек в сутки и пока что я считаю что эпидемию таким образом они не остановят в испании уже нельзя выйти на улицу без специального разрешения ни в аптеку ни в магазин не даже выволять собаку нельзя нужно иметь при себе специальный документ подтверждающий кто ты куда ты идешь я надеюсь что все-таки придет время люди поймут насколько это серьезно только самодисциплина нас может спасти от этой чумы пожалуйста оставайтесь дома и не валяйте